Ближний бой Сборная команды Москвы по боевому самбо Всероссийской Федерации Самбо Валерий Волосных, первый вице-президент Федерации боевого самбо России И профессиональный боец Алиба Гаудинов Я думаю, что этого спортсмена многократно уже видели на нашем телеканале То есть титулов мы, наверное, называть не будем, потому что их много На самом деле всех наших гостей неоднократно видели на нашем канале, на других каналах Но тема нашей сегодняшней программы посвящена самому российскому, может быть, даже советскому виду спорта Самбо и боевому самбо И сразу же, наверное, первый вопрос Каковы перспективы, на ваш взгляд, развития самого нашего вида спорта? Николай Валерий Али Николай Ну, в принципе, могу сказать следующее Что за 10 лет существования Федерации боевого самбо Путь прошли достаточно серьезный Вышли на международную арену Проводятся турниры чемпионата Европы, чемпионата мира и Кубки мира Если на первых порах были представлены небольшое количество стран То сейчас достаточно сильная конкуренция И, в принципе, очень сильный соцлагерь Это бывшие республики Советского Союза Бывшие республики братских государств Таких, как Болгария Таких государств в Средней Азии Которые по-прежнему поставляют хороших бойцов Да, изначально развита борьба Такие, как Узбекистан Такие, как Киргизия Там, скажем так, была заложена база советского самбо База советской, потом, как бы, национальных видов боксерских школ Да, очень сильная Азия Борцовских, наверное, мы все помним фильм Я прошу прощения, что перебил Все помним фильм «Неуязвимый», по-моему, да? Не, «Непобедимый» «Непобедимый», конечно же, «Непобедимый», где блестяще как раз показано путешествие И, как бы, вот такие предпосылки дали очень серьезную конкуренцию Плюс, последние годы достаточно сильно развивается боевое самбо в странах, в которых не свойственное было самбо Да, Австрия, Франция, по боевому самбо вот несколько лет приезжают команды Причем сначала были, как бы, ознакомительные один-два бойца А сейчас достаточно сильную конкуренцию Пару французов вот показали на Кубке мира, посвященной Харлампе его Да, достаточно сильную конкуренцию Узбеки показывают Вот на, как бы, чемпионатах мира, в принципе, занимают места И из иностранцев очень сильные спортсмены, да, где профилируют смешанное единоборство То есть обратная история, выходцы из ММА и идут в самбо? Они идут, выступают по самбо, техника отличается, да, техника партера отличается Они, в принципе, вот, и прибалтийские есть спортсмены, которые добивались успехов на международных аренах, да Но практически не борются в стойке, партеровики не работают, как ударники Заходят сразу на захват и навязывают партер, благо, правила позволяют, да, работать Вот, и, в принципе, нашей сборной все сложнее и сложнее поддерживать статус-кво И показывают себя с наилучшей стороны Ирина Николаевна, такой вопрос, просто мы сейчас говорили и о боевом самбо Вот если со стороны, да, вот, для представителей боевого самбо Вот, на ваш взгляд, как развивается именно самбо? Вот, не боевой раздел, а спортивный Потому что вместе чемпионат мира, вместе проходят чемпионаты Европы Тоже, по-моему, не разделяются То есть, на ваш взгляд, вообще, именно самбо растет или же деградирует? Ну, спортивное самбо, это база, да, это та, как бы, пружина, тот механизм И, в принципе, это, как бы, основа, да, с чего потом вышло боевое самбо Самбо изначально зарождалось как боевой вид Он и расшифровывается как самозащита без оружия, да Это советская система подготовки, в которой использовано все лучшее было на то время И, в принципе, для сотрудников госбезопасности, да, НКВД Сотрудников военных разведок, сотрудников диверсионных подразделений Я думаю, что это было нечто похожее, что сейчас есть Вот я просто говорю, когда мы говорим, например, о греко-римской борьбе Даже с представителем греко-римской борьбы Они говорят, что правила сейчас настолько поменялись Что борьба, как бы, сильно деградировала То есть, когда, например, говоришь с дюдаистами Ну, в принципе, приходится часто слышать такое же мнение Что правила убивают спорт И когда говоришь, например, с боксерами-любителями Тоже, вот люди, которые при Советском Союзе боксировали Говорят, что, например, любительский бокс современно Ничего общего, как бы, с тем любительским боксом не имеет И вот те люди, которые сейчас, ну, чемпионе, да, если можно так сказать То есть, переходят в профессионалы И часто, как бы, ничего показать не могут В силу того, что правила настолько разные Вот, Валерий Валентинович, у меня вопрос к нам Вы боролись на чемпионатах Союза по самбо, по спортивному Вот, то есть, вы, я думаю, что следите, да, за тем, как самбо развивается сейчас Ну, в общих чертах Вот, на ваш взгляд, вот правила современного самбо Спортивного Да, спортивного, именно спортивного самбо Они, насколько сильно изменились? Если изменились, то в какую сторону? Ну, вот это мне точно ответить сложно А так вот взгляд, просто на мой взгляд, он может быть ошибочный В те времена расцвета самбо, спортивного, ну, вот, борьбы самбо Как я считаю, это 70-е годы примерно Может быть, 80-е Там были очень яркие личности Ну, такие, которые просто, ну Ну, например, Владимир Невзоров Вы представляете, это человек, который выиграл все по юниорам, по самбо Потом выиграл Союз по самбо Выиграл Европу и мир Перешел на джидо и выиграл и чемпионат мира, и Олимпийские игры Ну, разве есть такой пример, вот, так сказать, потрясающий А какие схватки были, какие броски Это просто уникально В финале Олимпийских игр он выиграл Просто японцу кидал, как мячики Это в то время, вы представляете И это вес 70 килограмм Это самый конкурентный вес был Это не какие-то крайние веса, где, может быть, мало народу, мало участников Сито не такое большое А здесь 70 килограмм Это просто настолько яркие личности были Сейчас, может быть, это, так сказать, не так кажется Вот, но вот такой ярких личностей я таких не очень вижу Я вот могу сказать, что со стороны То есть, когда мы были на чемпионате Европы по самбо-спортивному И запомнили, что в финальных сватках мы не увидели ни одного болевого приема Такая же, наверное, ситуация похожа и на финальные сватки чемпионата России То есть, крайне мало болевых приемов И видно, что многие спортсмены, когда попадают в партер То есть, там даже нет попыток болевого приема Если есть, то, наверное, просто... Это от правил зависит Опять же, разговор про правил Борьбы лежа сейчас мало И никуда от этого не деться То есть, если говорить как раз-таки о личности Очень долгое время наша сборная команда России под дзюдо выступала, прямо скажем, неважно Только сейчас был прорыв И то прорыв, наверное, далеко не все люди из самбо пришли, те, кто выиграли Ну да, но прорыв потрясающий Этого не было 20 лет Трех золотых медалей на Олимпийских играх, конечно Вот что значит правильный подход Ну я бы, да, сейчас у Али Багаутина то же самое спросил Хоть, Али, ты и выступаешь по боевому самбо Но все равно какая-то база именно спортивного самбо у тебя есть Верно? То есть, вот со стороны, вот тебе кажется, если говорить про боевое и про спортивное То есть, вот на твой взгляд, насколько это вообще применимо, например, для ММА? Ну, для ММА, конечно, ближе это боевое самбо Я сам выходец из вольной и греко-римской борьбы И для меня самбо, когда я пришел вообще в самбо, это было что-то новенькое И когда я начал бороться, уже что-то вникать, уже вникать в этот вид спорта Мне понравилось А ближе к ММА, это, конечно, боевое самбо Потому что в самбо больше борьбы сейчас, уже больше борьбы в стойке И, как вы говорите, немало борьбы в партере Тоже это правило повлияли на это, конечно Ну, спортивное самбо и боевое самбо, это совсем разные вещи Разные виды спорта, вот если, например, опять же говорить про базу То есть, на твой взгляд, вот чисто база, например, если брать спортивное самбо и сравнивать, например, с той же вольной борьбой, да И применимо, если к ММА, то насколько эта база, она, ну, конкурентно способна То есть, например, сравнить вольную, да, вид борьбы и самбо Ну, как, ближе, наверное, будет вольная борьба Потому что в ММА, как там дерутся голый торс Нет, одежда, без одежды Ну, да, голый торс, без одежды в ММА А спортивное самбо, там все-таки надо привыкать на захватах, в куртке работать Там это очень сложно будет спортсмену из спортивного самбо перейти сразу в ММА Потому что он не чувствует борьбы в стойке Если схлестнется с вольником, там уже у него могут начаться большие проблемы Тут очень интересное СМС-сообщение Поскольку я его зачитаю, скажу номер, да, по которому к нам можно дозвониться и прислать СМС То есть, нас немножко опередили Некто Валерий пишет, и пишет он следующее Я люблю Врежа Шейняна из Анапы И просят это, очень просят это прочитать Это просто какая-то программа по заявкам Крик души, но... То есть, если уж Валерий так это просит, то мы прочтем Вреж Наверное, знает, да Вреж это глагол или это имя? Это Валерия Валерий, если нам дозвонится, он нам ответит Итак, 617-95-55, код города Москвы, 495 Это если вы хотите нам позвонить А если вы хотите нам написать СМС-сообщение То номер 5577 в начале текстового сообщения Слово «боец» Тогда мы прочтем то, что вы написали Но одно условие Пишите, пожалуйста, все-таки по теме И вот я думаю, что если мы говорим о правилах современных Вот у нас есть одна схватка Которая прошла на Кубке президента Российской Федерации По спортивному самбо Я думаю, что эта схватка, она проиллюстрирует то Что, наверное, все-таки какие-то изменения в спортивном самбо Сейчас должны быть И давайте-ка мы это посмотрим Итак, внимание на экран Хочешь сказать, с удовольствием посмотрим Ну, вот Саяк Хертек и Иван Анискевич Сошлись в этой схватке Россиянин в красном борется А представитель Белоруссии борется в синей куртке Так вот, посмотрите, сразу мы видим бросок на два балла Но все-таки после броска снизу оказывается Анискевич Вот, то есть, ну, до Юра, да, перевел на землю ООН Но все-таки продолжение этот бросок не получил Однако вот 2-0 сейчас в пользу представителей Беларуси Вот посмотрите сейчас просто, как будет складываться этот поединок В дальнейшем Просто складываться он будет достаточно забавно Валерий Валентинович, какой-то, наверное, самый опытный самбист Ну, тут подход, это же спортивная борьба с самбо И подход-то не к поединок Это мы рассматриваем как поединок А рассматриваем как схватка Это демонстрация техники Это много остановок, понимаете Цельности поединка здесь нету Анискевич, вот сейчас Анискевич просто будет уходить от поединка И постоянно падать То есть, вот он будет постоянно падать Имитировать Да, имитировать Вот именно, что имитировать какие-то проходы Конечно А представьте, мысленно мы переведем это в реальный поединок Что это будет? Это разве поединок? Это просто использование правил Вот он знает, что за счет этого он может там Как потянуть время или что-то И сделать вид Вот и все И я считаю, это минус большой Это не должно быть Али, вот тебе как представитель боевого самбл Разве такие схватки должны быть, чтобы люди падали по коленям За всякими попытками Вот как вот со стороны ты бы вообще А правил дает возможность такое Это плохо, я считаю Оказывается В невыгодной позиции Но баллов никаких нету Али, вот в боевом бы самбо Или в ММА Могло бы вот такое В принципе Я не В боевом самбо И в спортивном самбо Там можно сказать За каждое действие Там одинаковые баллы дают Что в спортивном, что в боевом Там просто некоторые моменты есть Запрещенные В самбо А в боевом можно делать Это, например, треугольник Удушающий прием нельзя в самбо делать А в боевом самбо можно А так, честно говоря, я не смотрю Эти по спортивному самбо схватке Николай, к вам вопросы Тоже мы все вместе смотрим Нравится Здесь ситуация следующая Что здесь еще зависит не только от спортсмена Здесь зависит от судей Вот Ему просто позволяют так вести встречу Вообще правилом предусмотрено Что когда человек Встает вот в такое положение И верхний показывает активность То в принципе Можно накручивать замечания За пассивное ведение И как бы предусмотрено Вплоть до дисквалификации Ну хоть так, да Потому что, конечно, я Потому что здесь Просто судьи не наказывают спортсмена Николай, я вспоминаю этот чемпионат И вспоминаю другие чемпионаты Которые приходилось комментировать Именно по самбо Конечно, вот Действительно, как правило, очень грустный момент Это когда кто-то В начале схватки берет баллы Если два, так это вообще страшная ситуация Можно практически И всегда прогнозировать Вот такое Из-за одних Течение Да, поединка Как сейчас мы видим Я не представляю Чтобы не взор Вот так на коленях положил Это просто Исключено То есть, ну А в советское время Были, может быть, какие-то понятия Что если человек Вот подобным образом Проходит схватку То есть, ну да Даже если выигрывает Но Не то чтобы позор Но порицание Ну, не знаю Было бы стыдно вообще-то Другое дело Могут быть ситуации Когда человек сходит Понимаете Он уже на последнее Издыхание Я имею ввиду В спортивной своей жизни Там сверхветеран Какой-то вышел Это можно понять Но когда вот так Выходят люди Которые действительно Должны биться Выходить Биться по-настоящему Бород И они молодые И ползают на коленях Это настолько тоскливо Что Ну слов нет Смотреть-то даже Не возможно Просто я думаю Если вот говорить Про рейтинги Да Потому что Все-таки турнир Это Ну Турнир Это схватка Когда показывалось У нас на телеканале На других каналах Часто показывается Самбо Ну давайте будем Честны Я думаю Что зритель со стороны Может просто не понять То что происходит И почему Например сейчас Выигрывает Эту схватку Спортсмена В синие курки А в результате В итоге да Посмотрите Счет 2-0 Ее польза Осталось 10 секунд Один балл Вот один балл Сейчас дадут Спортсмену Российскому спортсмену Вернее снимут Балл С Беларуси Дают да Второе предупреждение Или замечание Как правильное И дают все-таки Балл россиянину Но За 4 секунды 4 секунды Вот смотрите Опять падает Опять падает Прежде всего Некорректное судейство По отношению Российскому спортсмену В принципе Только это объяснение И еще Вот сейчас нам бы увидели 1-2 Трек раз категория Да 57 километров В принципе еще Спортсмен Который Остается в стойке Если бы он Не отпускал захват Не переходил На действие в партере А показывал активное Движение Да То эти бы замечания Были еще быстрее Вот скажем вот так То есть не хватило хитрости Нет Здесь Да Тактический Тактический момент Когда Переходит в партер Спортсмен Или на попытки Или без попытки Заходит Да То Если идет дальше давление Со стороны того Кто остался И контроль То это в принципе Судьи должны оценивать Вот Одну ситуацию Они могут простить Вторую ситуацию Устное замечание Потом замечание Официальное Потом предупреждение Второе предупреждение И после третьего Спортсмен должен сниматься У нас телефонный звонок Алло Здравствуйте 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 Слушаем вас Добрый вечер Значит Одну минуту Магомедов Значит Хотел бы задать вопрос Валерий Валентинович Валерий Валентинович Расскажите В чем Основное Различие Нашей федерации И этих федераций Плюсы И минусы Основное Отличие Двух федераций Да Спасибо Звонок Да Плюсы И минусы Плюсы И минусы Видимо Решил о боевом самбо Да Исключительно Потому что Ваша федерация Спортивный раздел Все таки не развивает Итак Плюсы И минусы Отличия Во первых Я скажу Сам подход Несколько другой У нас Когда вообще Боевое самбо Вот создавали В 95 году И те кто Были у руля И в начале Так сказать У этого Клуба боевого самбо Сам подход был Боевой самбист Это спортсмен универсал Который выходит И он должен победить любого В любой одежде В одежде Без одежды Неважно В сетке На ринге И мы сейчас У нас вот эти правила Новые Мы туда ввели Возможность Ну регулируем положением И проведение поединка В сетке И на ринге И на ковре И на татаме В любой ситуации И даже без одежды И даже с ограничением Сейчас вот этот Греплинг Популярен Новый вид Как бы появился На асфальте не планируете Ну на асфальте Нет Это и не нужно Тут сам подход То есть нужно побеждать любого А для этого в методику Введены тренировки И в одежде И без одежды Мы боремся лежа И в одежде И без одежды Поскольку сильнейшие спортсмены У нас выступают По всем родственным видам спорта ММА Эволитуда Панкартион Миксфайт Про-ФС Именно нашей федерации Лучшие спортсмены В УФС Три человека Двукратные два Чемпиона мира наших И еще призер мира В УФС Они выступают Пять человек в Беллатуре И они побеждают Понимаете Это гордость России Я считаю И это именно Федерация Беллатур-Самба России И сами правила Они так сказать Рассчитаны на мысленном И переводим в реальный поединок Понимаете А не за счет Каких-то Замечаний Или чего-то такого Да человеку я считаю Стыдно должно быть Вот это выискивать Какие-то ждать Замечания Что-то дали Или предупреждение Он должен побеждать Он должен с открытым Замравом выходить Вот это приятно Вот это настоящий поединок Ладно борьба Но когда поединок Это должно быть так А к сожалению Мы не всегда Это видим Вот вы развиваете В принципе только в России Это направление Нет Почему Мы же проводим И чемпионаты Нет Чемпионат мира Я был на чемпионатах мира Просто в вашей организации Но в основном страны Сослагеря выступают В основном Нет Французы подключаются Понимаете Это связано не с тем Что А просто с финансовыми вопросами Просто трудно приехать А потом сильнейшие Это все равно наши И просто так приехать И как бы получить Не очень хочет потом Спортсмен А почему так получается Вот это просто Интересно Что именно в боевом Самбо Доминируют Россияне А в смешанных Единоборствах Если говорить Вот про мир Доминируют Бразильцы Американцы Ну это опять вопрос Еще элемент организации Потому что вот троих Сейчас взяли в UFC То даже любых не берут Но взяли лучших И вот они сейчас выиграют Хабиб Нормангамедов Не имеет вообще Ни одного поражения пока 18-0 Профессиональный У кого еще так есть Ну в UFC пока 2-0 У него Да UFC 2-0 Но до этого То он без поражений шел И действительно Спортсмен уникальный И уникальный Тренер в Дагестане Абдулманаб Нормангамедов Который целую Приярклияду растит А потом посмотрите Вот сейчас Первый чемпионат России По-моему Эйбл Кто там победил Я могу рассказать Что например Того же Хабиба По-моему Два года назад В Перми Я видел Вот на чемпионате России Как раз таки Вот Федерации Самбо России он там выступал Просто выступил По-моему там Хабиб неудачно Может быть там правило А вы же сами понимаете Что тут говорить Это правило Я считаю С высокой позиции Что это не боевое самбо Вы можете немножко Там как раз таки рассказать Плюсы и минус Вот на ваш взгляд Да плюсы те Что правило Боевого самбо Вот Федерации Всероссийской Федерации Самбо Это правило Ничего не изменяется От борьбы Там и удержание Четыре балла Там и броски Зависит на какую часть Тело упал Понимаете И Такую Потрясающую вещь Во-первых Они Я смеюсь В скафандрах Выходят В шлемах В защитах Да еще и Вроде бы можно С одной стороны Удар наносить Нога Это удары головой В голову И в пах А скрещивать ноги нельзя Ну это Ну парадокс Вообще потрясающий Ну кто это придумал Ну ты извиняюсь Я вас перебью Да просто Вопрос Здесь непосредственно Калиба Гаудинова Я сейчас свой вопрос задам А потом я Вот прочитаю Вопрос который Из нашего области Кстати Павел задает Али Ты выступал в принципе В двух федерациях Да Вот на твой взгляд Плюсы и минусы Каждой федерации Как уже Наверное Человека нейтрального Который выступал И федерации Да я выступал В 2007 2008 2009 И чемпионаты России Выиграл И чемпионаты мира Выиграл В федерации Боевого самбо И Али в каком году И призером был Не один раз В 2007 В 2008 2009 Год Я дрался В другой федерации Но так как Мне так показалось И увидел Больше перспектив В другой федерации В всероссийской федерации Самбо Я перешел В другую версию Ну просто больше перспектив Просто раскрой Какие Чтобы люди понимали Ну Даже Если взять Чемпионат России По Боевому самбо Всероссийской федерации Там Участников На чемпионатах России Бывает Не менее 300 человек Это уже о чем Говорит Это говорит о том Что Большой уровень Развития Именно в этом Именно в этой Дисциплине Я выступал В другой федерации Боевого самбо Там В моем весе Только В моем весе Там Было Ну 8 9 человек Максимум А в той федерации Там меньше 40 Я еще не видел А в какой В федерации В федерации Боевого самбо В России Где я выступал Изначально Там Это федерация Как раз таки Где Валерий Валентинович Боевого самбо То есть там Больше людей Будут Меньше Нет Меньше Меньше А вот сейчас Где выступаю Там уже Сколько Три года Три года Три года Три года Подряд Выступаю И на чемпионатах мира И на чемпионатах России Ну везде Можно сказать Выступаю И в моем весе Там Мне само Интересно было Там Когда приехал На первый чемпионат России Я увидел Там 40 человек В моем весе Для меня Это был шок Конечно А согласен ли ты с тем Что вот По правилам Всероссийской Федерации Боевого самбо Правильно Валерий Семенович Вот Правила Ближе к ММА Чем вот В той федерации Где ты выступаешь сейчас Ну честно говоря Правила Ближе к ММА Это В Федерации Боевого самбо Россия Это вот Потому что там За каждую оценку Дает За каждое действие Там бросок Дает один балл И там В нашей федерации Всероссийской федерации Самбо Там Более К спортивному Виду спорта Как Его рассматривают И Он развивается Как вид спорта Как отдельная дисциплина Как отдельная дисциплина Да А эта федерация Она Все-таки Как отдельное Единоборство Развивается Ну это Действительно Это можно сказать Что это разница Философии То есть В принципе И Ну Если взять Эти федерации Да То есть Просто Разный подход Я думаю Сейчас Николая спросим Тот же вопрос Чтобы все Принципы Николая Смотрите Спортивное самбо От боевого Отличается Тем Что Другие скорости Другое Время На Выполнение Броска Другая жесткость Да Потому что Допустимы удары И допустимы Многие действия Которые запрещены В спортивном самбо Так Удушающие приемы Выполнение Болевых приемов В стойке И Нанесение ударов Локтем Коленом Рукой И голенью Вот По Развитию Да По виду Вид спорта Это не профессиональный Но это база Это база Борьбы Самбо Да База боксерская Это нанесение ударов руками И Защиты Да Чувствую дистанцию И Кикбокс Тайбокс Карате Теквандо Самбо Это вообще Открытая система Которая Принимает все лучшее Да И Как бы Дает возможность В этом Развиваться И дает возможность Показывать Как бы Разные специализации Разный уровень подготовки Плюс Разные Тактические схемы Ведения боя Вот По Работе То что Защитная экипировка Незащитная экипировка Спорт Это Ну вообще Любое спортивное Мероприятие Да Не боевое Это Возможность Человеку Прогрессировать Да Возможность Развиваться Возможность Учиться Ну грубо говоря Тренировочный процесс Это учеба И Развитие Как Тактики Знаний Умений Физического состояния Психики Ну разные компоненты И Здесь Одна из задач Это сохранение здоровья Спортсмена Потому что Скажем так За Один день Может быть До Выхода в финал У людей Вот Был чемпионат России По самбо В Бурятии Там 74 килограмма Средние веса 78 участников Было Люди Провели По 7 По 8 Встреч Как бы Это Какая нагрузка Да И Если это делать Все В рамках Профессионального Турнира То Какие Повреждения Здесь Как бы Одна из задач Сохранить Спортсмена Но Тем не менее Правила Достаточно Как бы Позволяют Работать И Нанося удары И Делать Смешанную Технику Да И Также Использовать Базу Самбийскую Здесь Очень широкий Диапазон Действия Николай Согласен ли Ты с тем Что Если Человек Который выступает Например По боевому Самбо Именно Вашей Федерации Это уже Готовый В принципе Боец Для ММА Тот Который выступает На топовом Уровне Если рассматривать Это Как Вид Базовый Для Боев То Здесь Есть Некоторые Нюансы Во-первых Класс Подготовки Скажем так Человек Который Первый Третий На чемпионате России Первый Третий На чемпионате Мира Это люди Которые Прошли Отборы В своих Региональных Организациях Области Округа Ведомства И вышли На чемпионат России Там Скажем так С чемпионата Москвы Три Первых Места Они Имеют Право Выступать На чемпионате России Да Также С любого Другого Федерального Округа Из Вот этих Спортсменов Два Три Человека Которые Имеют Определенный Класс Имеют Базу Подготовки Знания Какие-то Какие-то Представления Но Здесь Момент Следующий То что Отличие Есть работы И в куртке И без куртки Да Не всем Подходит Работа Без куртки Там Как бы Своя Специфика И под Нее Тоже Нужна Определенная Подготовка Да Кто-то Может Перейти Кто-то Не может Перейти Но Скажем так Из Которые Обучены Работать И по партуру И по стойке И имеют чувство Борцовское Выполнять броски Защищаться От борьбы Да Можно Перейти На любой Вид То же Самое Как И Вот Пример Венер Галиев Да Спортсмен Который Выигрывал Два раза Он Выигрывал Чемпионат Мира Выигрывал Чемпионат России Тоже Два раза Один раз Был вторым Вот Мастер спорта По классической Борьбе В то же время Я понял В то же время Хорошо выступал Просто Как бы Определенная Работа Определенные Тактические Схемы Которые Под его Технику Они дают Результат Вот Здесь Много Нюансов Которые При Их соблюдении Да Может Получиться Топовый Борец Я думаю О нюансах Мы поговорим После звонка Да У нас телефонный звонок Насколько я Был Слушал Я думаю Сейчас нам перезвонят Да У нас был телефонный звонок В принципе О нюансах Тогда После прочтения СМС сообщений Мы поговорим Ну Али Багаудинова Спрашивает Вот Насчет Выступления за рубежом Когда ожидать Вот В принципе Два вопроса Я просто соединю Когда ждать Тое выступление за рубежом И есть ли Какие-то договоренности Именно с UFC Из республики Дагестан Спрашивают Сейчас Идут плотные переговоры Именно С контрактом С контрактом UFC Просто сейчас Основная цель Это чемпионат мира Который пройдет В Минске В Белоруссии По боевому самбо Вот Сейчас все силы Уходят на подготовку Этого чемпионата мира Мне уже предлагали Как бы До Это летом Чтобы уже Подписать контракт И Смело ехать в Америку И там драться А Просто Мы с Камилом Гаджиевым Решили Что Чемпионат мира Пока На этот год Важнее На следующий год Уже Можно смело Подписывать контракт Ехать Драться в Америку Из того что мы Слушались сейчас Я сделаю небольшой вывод В принципе Скажем так Отличие Двух федераций Именно Как я уже говорил В подходе к делу Ну и Опять же Уточним наверное В случае с федерацией Валерия Это Возможность Насколько Добивать соперника То есть Граунд И паунд Больше Больше уделяете Внимание партеру Большая возможность Цель досрочная победа Болевой удушающий То есть Грубо говоря Это самое главное Ваша задача Это Дойти к победе Кратчайшим путем Конечно Задача другой федерации Ну по крайней мере Так Из нашего разговора Получается Это Тоже победить Естественно Но скажем так С наименьшими потерями Наверное Так можно сказать Более наверное спортивно Господа Смотрите Здесь Немного Некорректно Вот так вот Ставить вопрос Досрочная победа Это Или Навязанная Как бы Техника Неудобная Для соперника Да Будь это Стойка Будь это Нанесение ударов Будь это Партер Но туда надо Перевести Надо иметь Класс Как бы Произвести действия И все зависит От подготовки Спортсменов Вот в чем дело Здесь нельзя Говорить Что мы будем Делать Выигрывать досрочно Здесь Выходит Человек Который Смог обыграть Лично Другого спортсмена Получается Досрочная победа Не Смог Навязать И реализовать Да Будет Работа Когда будут Стараться Оба Спортсмена Прийти к победе И Так же Вид спорта Что один Что другой Да И там есть И нокауты И есть Удушающие И есть Болевые приемы И там есть Просто Ну есть еще В каких условиях Может быть Валерия послушаем Так же Чтобы он Сомнение высказал Я еще даже Добавлю Просто так вот Такой Будет Небольшой вопрос Не основной То есть В другой федерации Есть такое понятие Как нокдаун Именно во время Поединка по боевому самбо Есть такое понятие Как нокдаун Вот на ваш взгляд Если вводить Есть ли смысл Вводить нокдауны В боевом самбо Я считаю нет Потому что мы Мысленно переводим В реальный поединок И Примерно Примерно Вот если не говорить Там много Кто бы победил В реальном поединке Вот и все Соблюдая этику Но мы здесь Конечно Убираем Вот эти вещи Неэтичные Это Воздействие от глаза Укусы И так далее А вся остальная техника Применяется Пожалуйста И есть определенная статистика Спортсмены Нашей федерации Они везде Выигрывают Ну почти Процентов на 80 Во всех родственных Видах спорта Вот этих ММА Я уже говорил Про UFC Миксфайт Там так далее Можно фамилии назвать Можно про UFC Уже говорить И так далее Понимаете Белотор Это все На глазах И есть статистика Травматизма Травматизм у нас Минимальный Его меньше даже Чем в спортивной борьбе Самбо Вот что прекрасно И что нам приятно То есть такого нет Чтобы тут только На носилках уносили Вот в чем дело Поэтому я считаю Что тут мы Как раз Очень рационально Идем вперед Я могу сказать Что из того Что я видел У вас же по-моему И ветеранские Турниры проходят Ну Было Одно время Я вот один раз В Химко Как раз таки Наблюдал Один ветеранский Турнир Как раз таки Вашей федерации Там мне показалось Что как раз таки Травматизм был Достаточно высоким Ну это ветеран Георгия Ну да Ну просто Сам факт Опять же Ветеран То есть почти каждый Поединок Там заканчивался То что кто-то Ну как минимум Похрамывал Как ветеран ветерану Скажите что-то Если даже немножко Не разомнешься Сам понимаешь Уже другая ситуация Ну по большому счету Может быть это и не очень надо Для ветеранов наверное Потому что И ветераны разные бывают И так сказать Самое это понятие И потом Учтите Одно дело побороться Другое дело подраться Это разница большая На вот эти поединки Очередь большой не стоит Понимаете Потому что это действительно Это высшая Я считаю Это вершина всех единоборств Вот в этом смысле Это вся техника применяется Это психологическая подготовка Настолько Ну Это высший класс Настоящие универсалы И конечно нужно Стремиться к тому Чтобы Все-таки Вот по сути По подходу Я считаю Именно боевое самбо Достойно в Олимпиаде Что включили В Олимпийские Ну я могу вам Ну опять же Боевое самбо Мы знаем Что в Олимпийских играх Одно из Наверное Ключевых Ну правил Которые должны быть Это максимальная Защита И там Минимальный травматизм Я думаю Что как раз таки Вот у вашей федерации Шансов Вот попасть на Олимпиаду Будет маловато А о ММА Сейчас говорят про это Об ОМА Мы чуть позже поговорим Обязательно Обязательно Если сравнивать То это в общем-то Тогда вам придется Одевать шлема Одевать накладки на ноги Я думаю нет Это все зависит От подхода Антинакал перчатки Так сказать А количество людей Это тоже же от отбора зависит Вот мы говорили Много мало участников Это же от отбора зависит Это регулируется положением Например к нам на Россию Два человека от региона Только допускаем А на мир один человек А сколько регионов К вам на Россию приезжает Ну регионов опять-таки Связано с финансовыми проблемами Но у нас увеличивается Вот в нашей федерации Каждый Каждый Ну скажем так Месяц или полгода Увеличивается количество Официальных Ну юридических лиц Вот которые Как бы под эгидой Федерации А почему это Вот как вот сейчас Алик Багудин говорил Что вот например В его весе Да вот после перехода Там до 40 человек А это зависит От того как положение написано Сколько допускается Вот в чем дело-то Мы не допускаем много На высшие соревнования На чемпионат мира Один человек только от страны И все Там не два, не три У вас как допускается И не пять Ну так же на России А кругам Как бы федеральных Они проходят Отборы Вот Но там Конкуренция достаточно Серьезная Вот например В Бурятии У них Чемпионат Бурятия Да Там тоже по 25-30 человек Весь Получается Ну Развивается вид Там Как бы Достаточно Плотная Конкуренция Там Как бы И при Советском Союзе Самбо Было Что Алтай Что Вот эти вот Все Республики Да Они борцовские Там Вольная борьба Классическая Борьба И Как бы Ну изначально Да Истоки Как бы Национальная борьба Да И Очень Развита Очень популярно Вследствие этого Как бы Большая конкуренция Идет Плюс Работает Местная федерация Могут Как бы Создать условия И тренерам И спортсменам Для того Чтобы они выступали У нас есть возможность Посмотреть Видеосюжет Связанный Наверное Самым известным Все-таки Представителем Боевого самбо Который есть На полсоя И есть возможность Даже немножко Дополнить Небольшое превью К этому сюжету Обычно Когда говорят О силе Спортивного самбо Или боевого самбо Вспоминают Федора Емельяненко То есть Когда говорят Что Например Федор Емельяненко Всем доказал Он же не был в UFC Ну Не был в UFC Значит Тогда были другие организации Не слабее Да Был в прайде И так Просто когда говорят О силе Спортивного Или боевого самбо Всегда вспоминают Федора Емельяненко То есть Как флагмана Вот Но Например Многие Люди Которые Скажем так В противовес Говорят Говорят о том Что в принципе Федор один И по нему Судить не стоит И у нас Есть возможность Посмотреть Поединок Федора На чемпиаде страны Как раз таки Это был То ли полуфинальный Вопрос Почему он один Ответить на вопрос Почему он один Ну что ж Внимание на экран Да Посмотрим Это Федор Емельяненко Это Федор Емельяненко Да Это его соперник По-моему даже Он уже знает Там все ждут Когда сдаваться Конкуренция Не та Конечно Какой Федор Выходит ли Не плохо Поединок Да Но это вот опять же Вопрос Наверное Конкуренции Да Можно Если вот вышел Поединок то не было Заранее знал Что он проиграет И ждал Когда сдаться Ну просто да Это был Да Жембиться Он даже Финальный поединок Или полуфинальный бой Вот Это вот Просто Наверное Иллюстрирует то Что в принципе Пока Ну а еще ветеран Насколько я помню Да Здесь Прежде всего Разница в классе В уровне подготовки Ну Николай Это тоже Можно сказать В принципе Человек То есть приехал на чемпионат Правильно Человек Не дерется В двух случаях Или Он не готов Да Или он психологически Как бы Ну Не хочет этого делать Вот Здесь ситуация Если вышел То Не показалось Из-за того Что разница в классе Не чем траться Ну просто Тогда вопрос Встречный Да Разница в классе Вот я просто опять же Запамятовал Либо полуфинал Либо финал То есть Ну настолько большая Разница в классе В принципе уже У спортсменов Которые дошли Либо до конечной К сожалению Я вспоминая финал Я прошу прощения Что перебил Вспоминая финал Как раз таки Хочу похвалить Федерацию Вспоминая финал В Украине По-моему был Поединок Алексей Олейник И Нурмагомедов Вот там конечно Была немножко Другая ситуация Там борьба была До последней секунды И с применением Всевозможных средств С выдавливанием глаз И со всем Что угодно Я к тому что Борьба шла до последнего Я вот что хочу сказать Что не так Как здесь Там норматично Да В данном случае Я хочу Как пропасть Хочется понять Между Федором Емельяненко И остальными Да и остальными Федором Александром Остальными А даже другие бои Вот Александра Единственное Станислав Шишко Я очень хорошо помню Оказывал сопротивление Федора Емельяненко В их поединке Ну это редкость Правда обещали еще Что будут оказывать Вы не знаете наверное Федор уже по нашей версии Выступал не один раз И конкретно Открытый чемпионат Дагестана мы проводили Ну это легендарный Турнир И там И там как раз Не очень-то просто было Там не скажешь Что Федору И Александру Очень легко было С большим трудом Они бились Ну Федор если честно И в этот раз Обещали непростую жизнь Я очень хорошо помню На форумах На всевозможных Ему прямо гарантировали Что будет Сюрприз его ждать Причем по моему Чуть ли не в первом Или во втором поединке Ну сюрпризы так и не получилось Все соперники Оказались там Надо же в корень смотреть Действительно Федор Универсал настоящий Так сказать Уникальный человек Но тем не менее Появляется вопрос Почему же так происходит Что Хорошо Валерий Валентинович Получается что у Федора Все таки Есть Федор И пропасть Это тяжелый вес Самый лучший Самый лучший Смотрите Во первых Здесь совпало Много Как бы моментов Скорость реакции Отличается от спортивного Она быстрее Человек принимает Феноменально быстрые решения С разных положений Работает И по партуру И по стойке И переключается На смешанные виды Или наносит Или борется То есть просто феномен Это один из моментов Это отличие Второй момент Это генетика Плюс координация Природная Которая позволяет Человеку с таким весом Работать Как средний вес Это движение Это чувство дистанции И нет Медлительности Нет пауз Скажем так Когда У человека С борцовской Как бы подготовкой Есть чувство дистанции Защита и удар Это самые страшные Бойцы Которые могут быть А условия Выступления Могут быть различные Что по боевому Что по боям Но вот именно Вот эта смесь Это показатель Как бы Это очень редко Но она дает Возможность выигрывать Скажем так Он по ударным Видам Не проигрывает Да По борьбе Во-первых Чувство другое Реакция другая Именно мышечная Не Скажем так Человек не обдумывает То что делает Да А настолько Настолько Высокий уровень Что тело Работает уже На тренировках Отработанные Ситуации Различные Да Переключения Вот Куда Движение идет Туда идет Действие Вот такие вот вещи Очень кстати Варя Николаев Очень здорово Разложил Действия Федора Валерий Валентинович Я задам вопрос Вот Вот например Когда Смотришь поединки К примеру По вольной борьбе Да Чемпионата страны Ну Я не могу представить Что в финале Чемпионата страны По вольной борьбе В принципе Ну Была бы такая Большая разница В классе Вот Вот как вы думаете Вот если бы В вашей федерации Выступал Федор Емельяненко То Федор бы выиграл Чемпионат мира По вашей федерации Наверное да С проблемами Или без проблем Но Конкуренция ему бы составит По крайней мере Никто бы не выходил Вот так И ждал бы Когда сдаться Просто вот я Люди бы бились Но могли проиграть Я помню Один На самый первый Чемпионат мира Я когда приехал Как раз по Бомсамбе Это была ваша федерация В финале сражалось Три спортсмена Не в финале Извиняюсь В тяжелой категории На чемпионате мира Сражалось три спортсмена Представитель Казахстана Украины Константин Стрижак А Россию Представлял Шамиль Вайсуров Такой спортсмен Вот Ну просто вот Я говорю о том Что всего три спортсмена Было на чемпионате мира По Бомсамбе Почему так? Ну это же было Опять таки В каком году Все это по-разному Одно дело становление Другое дело Дальше Продолжение Так сказать И все это Улучшения это идут И развитие Вам есть куда расти Скажите? Ну естественно А мы сейчас Спортсмены Я говорю В родственных видах спорта Почти 80% побеждают В таких как ММА Там Панкартион И Миксфайт А что вы хотите поменять В вашей федерации? Вот хотелось бы Ну при наличии Нет, мы уже И в правила вложили Я говорю Уже Мы и тренируемся По методике такой И настоящие универсалы Мы считаем Должны быть Это и куртка И без куртки Это и партер И стойка Это и Сетки И на ринге И на ковре Понимаете? Настоящий универсал Он должен Ну как вот в начале Мы мысливалось Когда все это делалось Он должен выходить Любого побеждать И не важно А может быть просто Это уже не боевое самбо Одна из Вернолитетей ММА Получается Тогда ММА не было Было боевое самбо Ну это и вот по сейчас ММА потом появилось Но минус ММА тоже есть Я считаю То что там нету куртки совсем Потому что куртка Это что? Это прикладность Все армии мира в куртках Они не босиком А все-таки плавки Это пляж или баня Извините Если говорить о прикладности Где у нас конфликты военные Или правоохранительные Еще какие-то Мы в плавочках Понимаете? Поэтому надо уметь Работать и в одежде И плюс должна быть Еще и подготовка Мы не говорили про это Еще и прикладная Хотя в общем-то Санбисты Стрелять обучают здесь спортсмены? Стрелять Второй вопрос Мы говорим Вот как бы О рукопашной подготовке Конечно желательно Вот Но мы говорим об этом Поскольку даже И когда санбисты были Все считали Что они умеют Вот знают Защиту от ножа И так далее А на самом деле Ничего подобного Настолько это на низком уровне Все было И это из-за того Что вот именно Подход От подхода Важен подход К самым высшим достижениям Чтобы он был Чтобы в систему Была заложена И высочайшего уровня Прикладная подготовка Другое дело Спортсмену нет времени Этим заниматься Серьезно Но на каком-то уровне Он должен знать Ну штыдно Борьба самбо Вроде бы А это он вообще не знает И не касался А сплошь и рядом Так Мне это обидно Валерий Валентинович Просто опять же Мне вспоминается Поединок На первом чемпионате мира Который я посетил Был 2008 год То есть может быть Сейчас очень много Утекло времени Да с этого Но в любом случае Прошло 4 года Просто мне запомнился Один бой Между как раз Вайсуровым и Стрижаком Который длился По-моему 10 минут В общей сложности Потому что Стрижак Был уже без сил И падал Ну да И представитель Украинской команды Говорил стоп И чтобы его как-то поднять Показывал украинский флаг И им водил около лица Ну и немножко Правила тогда Мы же постепенно Правила совершенствуем Мы приходим к такому Чтобы не было Вот этих лазеек Чтобы человек не мог Ну грубо говоря Коротко говоря Ползать на коленях Чтобы что-то выискивать Это должен поединок настоящий А там уже пожалуйста Применяй любую технику И все Поэтому от правил Очень много зависит Есть лазейки или нет Так же как и в судействе Георгий Очень хорошо Что ты вспомнил Этот момент То есть теперь мы знаем Что может поднять человека Это если флаг перед ним Человек поднимался По-моему секунд на 10 Как его поднимали Потом опять ложился Вот это отношение к флагу Я считаю Правильно? Да Вот такое было Али На тот взгляд Все-таки Тебе какие правила удобнее? По каким правилам Выступал бы ты? То есть если бы Не касаться других моментов Если говорить только про правила Ну сейчас Так как я выступаю В этой федерации Мне удобнее конечно По этим правилам Потому что я привык И я знаю Что, где, как И за что Дают оценку И здесь говорили То что Валерий Валентинович говорил Что они тренируются И в куртках И без куртки И в сетке И в ринге Везде Причем у нас тоже Так же тренируются Мы тренируемся И в куртках И без куртки И на ринге И в сетке И везде Наши спортсмены Правила остаются Все равно такими Наши спортсмены Которые выступают В Всероссийской Федерации Самбо Это Большинство из них Это спортсмены Которые видят себя В будущем Как Бойца ММА Это большинство Все Я тоже У меня есть цель Сделать Карьеру В боевом самбо Выполнить Заслуженного мастера спорта И оставить этот спорт Любительский спорт И перейти в более Профессиональный вид спорта Это В ММА Просто мне вспоминается Первый турнир М1 Селекшн Который проходил В 2009 году Самый первый турнир Там была Нижегородская команда Крах боевого самбо Которая была Создана В принципе Исключительно Из Очень титулованных Спортсменов В боевом разделе Но Кроме Вячеслава Василевского Кроме Вячеслава Василевского Там были В принципе Достаточно Узнаваемые И На тот момент Сильные Самбисты Однако Команда Выступила Прямо скажем Неудачно С чем это связано Николай Есть много причин Во-первых Само Самбо Да Есть Разные Методовки Спортсменов Я говорю Про спортивное И есть Разные Задачи Технические По выполнению Бросков Да Есть люди Которые работают С поясом Корпусные Броски Более силовая Работа Есть люди Которые Пытаются Работать На захватах На движении Это Подсельки Зацепы Какие-то вещи Есть люди Которые Делают Контрприемы Дают Заходить И Вследствие Того Что Хорошая Координация Умеют Использовать Движение Просто Тут Дело в том Что По боям Как бы Намного Меньший Диапазон Захватов Какой Голая рука Она с тела Соскальзывает Приходится Брать захват Или за Конечности Вот Или за Корпус Как бы Имея Всевозможные Замки Да Или за Шею Такие Захваты Которые Позволяют Контролировать Человека А Скорее Всего Вот этот Проигрыш Произошел Из-за Того Что Люди Работали Именно В куртках Их Без Переключения На Работу Как бы По Смешанным Видам По Работе Без Курток Запустили По этим Правилам Получается Что Привыкли Держать Захват А здесь Совершенно И другая Дистанция Получается И Другая Техника Работы Я кстати Подтверждаю Слово Николая Очень хорошо Помню Ситуацию Которую Обсуждали Это Произошло Этот турнир Произошел Через месяц После чемпионата По боевому Самбо Как раз Как раз Ребята Ребята Которые Только Сейчас Боролись В куртках Вынуждены Были Мягко Изменить Как Сазан Николаев Саму Методику Подготовки Знаете Если Корпусные Броски Человек Делает Подсады Прогибы Обратные Бедра Там Задние Подножки На пятке Какие Такие Вещи Которые Плотную Борьбу Дают Да Ему Очень Просто Будет Переключиться То же Самое Если Подхват Человек Делает Он Будет Очень Хорошо Защищаться От Прохода В ноги И Если Есть Вот Это Чувство Да То Бросать Будут И В куртке И Без Куртки Просто Нюансы Захватов Что За Шею Что Под Руку Они Как Бы Отличаются И Если Вот Эта Работа Не Произведена Да Если Ему Перед Этим Мало Того Что Показать Да Это Должно Пройти Время Чтобы У Человека Сформировался Двигательный Навык Под Работу Без Одежды А Это Ну Время Не Месяца Это От Года Начинается Получаться Так Что Он Начинает Соображать Что От Него Требует И До Трех Лет Вот Этой Работы Начинается Результат Он Забывает При Этим Старую Работу Просто Здесь Идут Нюансы Здесь Идет В куртке Он Будет Работать Так Как Ему Заложили Без Куртки Если Готовится Работа Будет Меняться И Вот Это Не Делается Так Что Переодели Человека Показали Ему Как Заходить И Выпустили Работать Да Это Как Б Ну Невыгодные Условия И В стрессовой Ситуации К победе Ну Очень сложно Будет Дойти То же Самое Как В 90-е Годы Много Самбистов Пробовало Заходить И В смешанное Единоборство И У единиц Ну Вот Эти вещи Получались Потому что Как раз Эти Да Об этих Единицах Мы как раз Чуть Говорили Николай Очень хорошо Что ты затронул Эту тему Потому что У нас Как раз Есть Сюжет Который Связан Скажем так С попытками Сделать Боевое Самбо Более Раскрученным Что ли Внимание На экран И Как раз Я думаю Ты узнаешь Многие Из этих Поединков Ну Просто Небольшая Нарезка Посвященная Первому Турниру С-70 Или Одному Из первых Вот я сейчас Не скажу То есть Выступают ребята Да Выступают ребята Которые Выступали По Боевому Саму Ифиз Рахманов По-моему Сейчас был То есть Мы В замедленном Качестве Показывают Вот Азис Абул Вахаб Сейчас То есть Наносил Да Удар И был Сверху То есть Ну Это о том Как же Сейчас Попытки Сделать Боевой Самбо В принципе Профессиональным Видом Спорта То есть Конечно Мы сейчас Видим бои по ММА Но организаторы Здесь Это непосредственно Федерация Самбо России Ну Непосредственно Ренат Алексеевич Навайшев Насколько я правильно понимаю Самбо 70 Да Самбо 70 Да То есть 70 В принципе Название Оттуда И получился Талибор Вот тебе Не поступало Предложение Выступить Вот в этой Организации Нет Но Так как У нас Другая Организация Это FightNets И Здесь Таких категорий Моих Нет Нету Да Нет Здесь минимальная Категория Это 70 Килограмм А хотел бы Вообще выступить Например В другой Организации Или Ты Ну С FightNets Будешь Долго связан Ну С FightNets Конечно Это Если бы не FightNets Я бы сейчас Наверное Здесь не Сидел Ну Почему же Ты бы Представлял бы Тогда Боевое Самбо Получается Ну Боевое Самбо Это Любительский Вид спорта И Ну Вообще Тебе Например Любительский Вид спорта Кроме Например Звания Заслуженного Мастера спорта Что Дал Ну Конечно Это Прогресс Этот Любительский Вид спорта Меня Протолкнул Вперед Я Вот сейчас Выступаю На таком Горобе Уже Встречаюсь С иностранными Бойцами На ринге И Впереди Контракт С UFC К чему Мы идем И с самого Начала Шли Я Также Хочу Напомнить Что На турнирах Файтнайт Проводились Поединки Именно В куртках Насколько я помню Там пробовали Тоже Ну вот Кстати Расскажи Как же Посчитали Положительный опыт Или скорее Спорный Ну это Пробовали Как Профессиональную Версию Да Это В принципе Нужно спрашивать У Ребят Которые Организовывали Это все Да Я Как тренер Могу Сказать Что Более Скажем Так Компонент Борьбы Из-за оценок Компонент Преимущества Да Он был Немного Снят Там Оценки Убрали В два раза Если по спортивному Самбо Спина Оценивается Четыре балла То там Оценивалось Два И в принципе Там все Действия Оценивались По Как бы Категориям В два раза Меньшим Чем спортивная Николай Получается Вот это Самбо То что мы Видели На тренерах Fight Nights Более Похоже На самбо Валерия Валентиновича Ну слегка Приблизились Смотрите По Правилам Проводили это все В ринге Без шлемов Без защит На голени Все вроде Похоже И в принципе Просто по нюансам Работы второй федерации Я не могу сказать Какие там правила Да Я могу просто озвучить Как проходили эти турниры Вот Ну Компонент Ударных Как бы Видов В этой Профессиональной Версии Он стал Еще несколько Жестче Потому что Без шлемов Ноги Не защищены И Начали оценивать Акцентированные Удары Которые Нанесли Видимое Повреждение Не только Нокдаун Но если Акцентированный Проходит Лоу-кик Нога Уходит Плотный удар Ущерб В принципе Они Описывали Ну Так же Как Судят Соревнования По смешанным Единоборствам Да Вот сделали Что-то похожее У нас есть Телефонный звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас Можно вопрос Еле Семь называть Конечно Да А вот Вопрос такой Федерация Российская Федерация Боевого самбо Если не будет Чеданской Поддержки И Зарплаты Сколько Человек Останется Ли Ваша Федерация Как вы Думаете Суровый Вопрос Останется Ли Ваша Федерация Какие-то Трудности Николай Смотрите Здесь В принципе По Финансам Я могу Сказать За себя Да Я Около Десяти Лет Работал В Педагогическом Институте Там Был Зал Борьбы Который Сами Оборудование Ли Да И В принципе Работал Без зарплаты Практически Вот Это вот О том Есть Все равно Как бы Профессионалы Есть люди Которые Влюблены В данный Вид спорта Ты Ну И Профессионал И Влюблен В данный Вид спорта Скажем так Я В нем Вырос Я Этим С детства Занимаюсь Вот И В принципе Я делаю Все Чтобы Этот вид Спорта Развивался Чтобы Наша Страна И Как бы Наши Спортсмены Были Лучшие Как На международной Арене Как В боевом Самбо Как В виде Спорта Да Так же Как И По боям Показывали Я Вот У меня Такой вопрос Опять же Про Тот Поединок Который На турнире Файт Найтс Проводился Как раз По правилам Профессионального Боевого Самбо Против Магомедова Именно так То есть Мне честно говоря Показалось Из увиденного Что Боевое Самбо В том виде Который Мы увидели На турнире Файт Найтс Оно не может С ММА Конкурировать Потому что Все таки Куртки И Куртки Чисто Например Внешне Они Смотрятся Хуже Чем Когда Куртки Снимают Значит Нужно Куртки Покрасивее Делать Как Куртки Не сделай Я думаю Все равно Они останутся Куртками То есть Мы проводили Просто Не оба Эксперимента С людьми То есть Там Брали И женщин И мужчин То есть Им показывали Спортивные События То есть И везде Смотребельность Была в принципе Выше Когда люди Были с голым Торсом Причем Не важно То есть Это атлеты Либо Люди Просто Выходят Просто голые То есть Всегда С голым Торсом Если брать Усредненно Смотребельность Выше То есть Есть вообще Смысль Развивать Профессиональное БВС Самбо Если оно Изначально Будет ММА Проигрывать Ну это тоже Как бы Вопрос Любителям Да Здесь Момент Какой Что Правильно Валерий Валентинович Сказал Что Изначально Самбо Оно Зарождалось И было Создано Как прикладной Вид Вот И в принципе Это Куртка Это возможность Других захватов Другого чувства По Сопернику Да Контроля Соперника И В принципе Здесь Вот Такое Надо Ну Как бы Проецировать Вот такое Видение То есть Это не Конкурент ММА Это Отдельная Дисциплина Скажем так Вид Изначально Был Создан Для того Чтобы Иметь Базу Иметь Подготовку Для Как бы Спецслужб Да При Сейчас у нас Есть еще один Видеосюжет Я просто Задам еще один Вопрос Потом мы его Посмотрим Вопрос Будет Таким То есть Есть же еще И рукопашный Бой Есть и федерация Рукопашного Боя Которая себя Позиционирует Точно так же Что мы Прикладная Дисциплина Комплексное Единоборство Тоже по-моему Себя Позиционирует Как прикладная Дисциплина Есть Раунд Борьбы Раунд Ударной Техники И раунд Универсальный Бой Точно прикладный Универсальный Бой Где люди Еще и метают И стреляют То есть Сейчас вот Дисциплин Которая себя Позиционирует Именно как прикладное Военное искусство Много В чем отличие Именно с самбо Такового Смотрите господа У меня В принципе Вот по этому вопросу Следующее мнение Что Как бы Не называлось Рукопашный Бой Боевое Самбо Универсальный Бой Бросок через бедро Он остается Броском через бедро Правый прямой Он остается Правым прямым И то что Занимаются Как бы Спортсмены То что Развиваются клубы То что Идет Развитие Любого Из этих видов Выигрывает Только Наши люди Наша страна Да Люди становятся Подготовленней Как бы Это в принципе Здесь Это частные моменты Да Которые Ну Есть Развитие Вот так Называется Это вот так Просто очень часто Приходилось слышать Я сейчас не буду говорить Кто именно говорил Да Какая федерация То есть Часто приходят Вот они Своровали Нашу систему Вот это по-настоящему Условно Там бросок через бедро Правой Там прямой Там левой ногой Придумали мы А они своровали Смотрите Просто Сами Элементы Технические Они Как бы Никогда Не были Секретами Да Что в вольной борьбе Есть бросок Через бедро Что в классике Есть нюансы захватов Да Есть нюансы Правил Есть нюансы Которые Позволяют Тому или иному Спортсмену Выполнять Да Скажем так Что Вот Есть До 150 Вариантов Самбийских Броска Через бедро С разными Захватами В разных Ситуациях Да Это вот Как Объясняют Профессионально Люди Могут делать Вот как спортсмен Один Он может делать До десятка Разных Бросков Но Не значит Что другой Спортсмен Будет делать Именно так Потому что Все люди разные Разные Двигательные Навыки Разный Рост Вес Данные Да Разные Скоростные Данные Разная Выносливость Но Сама механика Действия Да Она Похожая И Здесь нет Такого Что Вот Этот бросок Придумали Одни люди А эти Своровали То же самое Была дискуссия С дзюдоистами С японцами По поводу Подхватов То что Они считают Подхват Чисто Японским Приемом И визитной Карточкой Японских Спортсменов Вот Но Грузинская Борьба Чидаоба И Как бы Многие Национальные Виды борьбы Независимости От японии Подхват Применяют Используют И В принципе Это Также Одна из Коронок Броски С обивом Ног Броски Под одну Под две Ноги Подхват Я отмечу Что Здесь Очень важен Важен Момент Все таки Георгия Пиара Потому что Например Мы говорим Бросок Через бедро Всегда Бросок Через бедро Например В BJJ Там Как раз Таки Везде Существуют Специальные Названия Если Простой Рычаг Они называют Армбаром Или Узел Они называют Кимурой У нас есть Телефонный Звонок Алло Здравствуйте Алло Алло Слушаем Меня Роман зовут Хотел бы Узнать У профессионалов Как вы относитесь К такому виду спорта Как к рэплингу Он только начинает Своя обороты У России Я Занимаюсь Ним на любительском уровне Хотел бы Узнать Как вы относитесь К этому виду спорта Кстати говоря Это же один из конкуренов Вопрос очень хороший Я просто бы дополнил Сразу Чтобы потом Вопросы не задавать То есть Грэплинг Это Фактически Это борьба в партере Для тех Кто не знает И тогда У меня Такой вопрос Валерий Валентинович К вам В принципе Наверное Раньше Визитной карточкой Самбо Боевого самбо Были Болевые приемы Одно из визитных Карточек Сейчас Опять же Возвращаясь Той теме Которую мы поднимали В начале программы На чемпионатах Европы На чемпионатах мира Финальной части Чемпионата России Болевых практически нет Однако Люди смотрят На грэплинг Где в принципе Люди Вот на данный момент Чистые грэплеры Владеют партером Наверное Намного лучше Чем базовые самбисты Хотя вот когда-то Было по-другому Что бы вы ответили Ну я вам скажу В большинстве Сейчас пока Боевое самбо Побеждает по грэплингу Если посмотреть Откуда они То это как раз Боевые самбисты Ну наверное Грэплинг Если брать Мировой фабрит Субер В мировом Да Но в мировом Там Субер Боевых нету Возможно А я про нас Пока что это раздел Борьбы лёжа На высоком уровне Это проработка Вот этой части техники Очень жалко Что на самом деле В Бразилии нет самбо А то вот сейчас Мы могли бы Например поспорить За какую версию Выступал Фабрицо Вердом Вот именно И какой он ближе У нас Если ты Помнишь Анонсировал Видеосюжет Давай его посмотрим Ну да Я думаю Просто сделаем Да превью Потому что Вот вы сказали Что Вот самбо Сейчас развивается Да То что сейчас Вот самбо Которое оно есть Вот в данном своем виде Оно сильно Отличается Да От Ну от того Что было Скажем 10 лет назад Ну это мнение Да Ну это мнение Да Но оно нет Оно именно По части Федерации Да По части То как федерация Развается Как в принципе Работа идет со спортсменами Вот к сожалению Да В некоторых федерациях Это сейчас есть И наверное И в самбо И в боевом самбо И в вольной борьбе Часто Подобное случается Есть не очень Как бы спортивное Ну поведение Некоторых спортсменов А сейчас вот предлагаю Просто видеоролик Посмотреть Вот И его Видеоролик Воспоминания Да После этого Просто прокомментировать Как вот с подобными Случаями бороться Потому что он имеет Непосредственно отношение К боевому самбо И так давайте Кому посмотрим Что что-то Что-то Ну Очень древний поединок Я не знаю Какой-то год Но это даже Возможно И тут начинают Бить судье Сначала Ну был бы любой Отметим Да А вот Мартин Малхосян Видимо И вот сейчас Будет Будет Такой удар Ну и после этого В принципе началась Началась Подтасывка Ну подобная вещь была И на вольной борьбе И на вольной борьбе Мы не отрицаем Там даже ОМОН Нельзя сказать Что это только Али нравится Я смотрю Понравился А тут Вы понимаете Драматичная схватка Почему это произошло Это по незнанию Просто правил Там обоюдно Было Ущемление Ахиллеза Схожу ли Оба взяли Значит Считали Считали Одному После После этого Нет Обоюдно Ахиллеза Значит Считали Одному После этого Время Кончилось В конце Ну 30 секунд Дается Научимление У нас По правилам Вот тогда По тем правилам Давали 30 секунд Значит В конце Вот этих 30 секунд Одного Второй Взял Молхосян И сделал Ахиллез А люди Не понимают Этого Что в общем Здесь никаких Нарушений нет Они думали Что надо было Остановить И поднять А на самом деле Все нормально Послушаем Телефонный звонок Один позже Начал и сделал А тот делал 30 секунд И не смог сделать Вот в чем дело Слушаем вас Они же не знают Правил Вот этот опыт Здравствуйте Редкий случай Я думаю Что мы посвятим Обязательно Одной из своих Программ Этому виду Одиноборств Про Кудо Да Спросили Плохая была Слушаем Продолжим Обсуждение Этой ситуации Тем более Я вот здесь Как раз Извиняюсь Просто По теме Пришло смс-сообщение В чем отличие Самбо Современного Самбо и дзюдо То есть В принципе Это близкие виды спорта Или не близкие виды спорта Самбо и дзюдо Сейчас наверное уже нет Одежда плюс правила А тут специфика А тут специфика Тренировки по самбо и дзюдо Схожие Смотрите господа Начнем Начнем с покрытия Самбийский ковер Более мягкий Вследствие чего Движения Ноги вязнут Да Не такое быстрое Следующая куртка Для самбийской Она с прорезями Она не тянется Как кимоно Более жесткий захват Нюансы правил Позволяют Забирать руки И бороться на руках Брать односторонние захваты В дзюдо Это запрещено По болевым приемам Спортивное самбо Это ноги Дзюдо Это удушение Боевое самбо Это и удушение И ноги И руки Это как бы по отличию Скажем так Что боевое самбо Взяло все лучшее То что можно было взять Из дзюдо Как бы на вооружение Следующее По работе Именно бросковой Какое-то время назад Я выступал тоже Под дзюдо Когда В школе учился Потом в институте В принципе был Несколько раз призером Москвы Ну Имею представление Да О виде Ограничения были Только оценки Это где-то 90-е годы Да Плюс форма Как бы потом Ввели запреты На Время Как бы удержания Чуть сократили Потом Захваты За ноги Запретили Потом Еще ряд Бросков Которые Изменяют положение Это в принципе делается Для того Чтобы убрать конкуренцию Японцам Отключить Страны Не первый раз Это слышу Именно Отпарировать Если можно Николай Сразу же Разговаривал с одним человеком Тоже естественно Выступал с этой позиции Которую ты сейчас сказал Он мне ответил На это так Дзюдо Это Искусство Введения Из равновесия И Вот он говорит Что вот это все Подключать ноги И прочее Это Ну грубо говоря Нарушение самой Может быть тоже Философии дзюдо Поэтому он говорит Что это вот именно От этого Разрешите Дальше добавить По этому вопросу Я просто сказал позицию Дзюдо Это Как Система подготовки Не будем брать Вид спорта Да Система подготовки Сложилась Некоторое время Назад Да И там были Установки Определенные Сейчас эти Установки Поменялись И Именно Как бы В ту сторону Которая Какие-то Более Жесткие Рамки Заставляет Спортсменов Выдерживать Вот в чем дело Как бы Больше ограничений Скорость Немного Другая Прямая Стойка И Я думаю Что будут еще Вводить Ну Убирать время Встречи Будут сокращать Чтобы Схватки Были более Динамичные Что привлечет Внимание Вот в чем дело А по Прикладной Составляющей Если ее Рассматривать Да То В принципе Чем больше Ограничений Тем Сложнее Потом Работать В реальной Ситуации Вот в чем дело Здесь Поспорить сложно На самом деле Вот Здесь Наверное Можно сказать Только то Что если Сократят Время Это Наверное Придет К тому Что если Чек Напирает Какое-то Количество Баллов Да То уже Будет сложно Там уже вообще не отдаст Ни в коем случае Все-таки Уже не так много времени Остается у нас До завершения нашей программы И все-таки Совсем недавно Перейдем наконец К наболевшему Совсем недавно В России Официально Появился вид спорта Сменьшенное единоборство Любительские Сменьшенные единоборства Проведены чемпионаты Причем Отмечу что уже Есть и федерация Сменьшенных единоборств Есть союз Сменьшенных единоборств То есть в принципе Все как в самбо Лига Лига Ну я У меня есть сведения Что еще Может быть какие-то будут Появляться Организации Ну смысл один У боевого самбо На мой взгляд Появился серьезный конкурент Как вы считаете Это действительно так Или это Нам только кажется Конкуренция есть Все равно выигрывают Боевые самбо Пока Хорошо Пока Нет Мы уже поняли Что остановить их невозможно Могут сказать потом Представители Например смешных единоборств Что да Выигрывали Когда-то выиграли Боевые самбисты Но сейчас Эти спортсмены наши Вот Как вот например Например в боевом самбо Часто выиграют базовые вольники Как вот Али Багаудинов То есть Ну представители борьбы Тоже могут сказать Но в самбо выиграют Наши вольники Действительно Как Али считать Он вольник Или он самбист Али Тебя считаешь Самбистом или вольником Скажи честно Нет Болевых приемов Там наверное Ничего Конечно У меня базов Я выиграю на том Что у меня базов Вольная классическая борьба То ничего не будет Я на этом и выиграю И конечно же удары А вот Николай Как тренер Как считаешь Али вольник Или самбист Я скажу следующее Что он использует И технику Которая у него была Да И также использует Технику болевых Удушающих И бросков Которые Развиты больше В самбо Как подхват Да Как встречный бросок От защиты Прохода в ноги Скажем так Что Каждый человек Должен развиваться И Здесь Увидели То что Али впитывает В себя И новую технику Да И как бы Она в нем Трансформируется Что Дает возможность Выиграть Да Мы сейчас Немножко отошли От темы Касаемо Любительского ММА Это конкурент Союзник Для боевого Самбо Или в разных Просто плоскостях Действия Организации Смотрите По Любительскому ММА Каждая Структура Да Она имеет успех Тогда Когда За ней стоят Люди И Результат Дает только Системная Подготовка Это Детско-юношеские Спортшколы Это Отборочные Соревнования Как бы То время И Пирамиды Версикали Да Которые Позволяют Спортсменам Расти Это Тренерские Кадры Это База Где Это Все Проводить И Также Это Возможность Представлять Спортсменов Которые Поднялись На Региональных Турнирах Которые Поднялись На Чемпионате России Да На Мировой Арене Вот На это Нужно Время Да И В принципе Здесь Вид Молодой Очень Перспективно Развивающийся И Николай Конкурент Конкурент Союзник Или Разные Истории Скажем так Я думаю Что Будут Совмещать Люди Потому что И Здесь Свои Плюсы И здесь Свои Плюсы Будут Пробоваться Но Пока Вот Этого Как бы Механизма Не Выстроено Будут Привлекать Людей Которые По Схожим Правилам Выступают Валерий Валентинович Конкурент Союзник Или Разная История Я думаю Что Пока Пока Вот Как и в начале Боевой Самбо Мы говорили Вот Пришел Ударник Мы ему даем То что не хватает Он становится универсалом И примеров таких много Например Вовчанчин Я не говорю Что он боевой самбо Чисто Но это ударник Который так адаптировался И стал действительно Универсалом Все таки Понимаете Он самбо познавал Борьбу или нет Я говорю Универсалом он стал Я в общем говорю Поэтому приходит Борец Мы ему даем То что ему не хватает И он может тоже Стать хорошим универсалом Вот этот подход Он и в ММА И в боевом самбо Так Все таки Я думаю Что пока Это такой нет Конкуренции А это Али Параллельно Ты как считаешь Я считаю Это партнеры Наверное Конечно Ну партнеры между собой Потому что Как и Я вот выступаю И в ММА И в боевом самбо Мне это нравится И В моей команде Это нравится Партнеры Ну я скажу Николай говорил О том Что важно Кто за организациями стоит В принципе За двумя федерациями Новыми ММА В нашей стране Стоят достаточно Ну действительно Серьезные люди Серьезнее сложно Придумать Олега Токтарова И Федора Емельяненко То есть В принципе все Имеют какое-то отношение К самбо Да На самом деле Имеют отношение Но при этом Добились В то же время Да Георгий В то же время Токтаров Добился как раз таки успехов Скорее как Смешанник Да То есть Ну а этот Михаил Илюхин тоже Ну мы сейчас говорим Именно По самбо По спортивному Так же Это я полностью согласен Да И можно вспомнить Много интересных фамилий Смысл в том Что организации Возглавляют люди Которые Как сказал Николай В принципе знаковые Для смешанных единоборств То есть Это уже у них есть составляющая Осталось только Получается Тренерские кадры С которыми Наверное все таки Беда Если говорить об ММА Ну не то что беда Но не так много Скажем так Специалистов Именно по ММА По смешанным единоборствам В нашей стране И естественно Детско-юношеские Спортивные школы Мне кажется что Не скоро мы их увидим Могут пойти наверное По другому пути То есть По пути Привлекания спортсменов Из других видов спорта Я думаю что так и будет Что обязательно мы увидим Что будут приходить ребята Из того же боевого самбо Потому что Алис же например Сам сказал Что Задача у него Стать заслуженным мастером спорта Потом Получить Заветное удостоверение И Завершить карьеру В боевом самбо Перейти Только обидно Что заслуженный мастер спорта Будет по самбо А не по боевому самбо Вот чего жалову По самбо будет Вот это вот жалов Очень мало времени Просто за градацию Рассказать дают По самбо Или по боевому самбо Дисциплина Дисциплина Именно по самбо Заслуженный мастер спорта Алис скажи А что тебе Что это даст Али То что он станет В мастерских удостоверениях Пишут Иногда самбо Иногда боевое самбо Николай А что Али даст То что у него будет Вот это вот Удостоверение Официальный статус И Таких людей Единицы Да Но не так много Потому что Пробиться Получить Право Выступать Защищать Честь флага На международной арене Может только Как бы один человек С весом Это 9 человек В год И Выиграть Чемпионат мира Чемпионат Европы Это тоже Определенный труд Определенная ответственность И Ну не у каждого Спортсмена Кто Вышел Да Получил Право Защищать Честь страны Как бы Складывается Удачно Вот Просто ситуация В том что Это очень большой труд И это очень большие заслуги И в принципе Этих людей Уважают И Скажем так Это В принципе Тот Багаж Который За тобой идет Всю жизнь К сожалению Пока Не всегда В материальном плане Поощряются Заслуженные Мастера спорта Потому что Мы знаем Много людей Со званием Мастера спорта Международного класса Заслуженные Мастера спорта Но которые В принципе В стране малоизвестны И как раз таки Вынуждены зарабатывать Деньги Выступая в ММА Ну не то что вынуждены Естественно Сами выступают В ММА Но тем не менее Здесь больше Наверное Складывается Как человек Сам может себя реализовать Как может это Использовать И Как он к этому Относится И подходит Вот в чем дело Ну что ж Очень-очень Мало времени Итак Начинали программу С этого вопроса И завершаем Какие перспективы У самбо У боевого самбо В нашей стране Николай По очереди Мне бы Очень хотелось Чтобы Он Стал Олимпийским ведом спорта А ты думаешь Это реально? С учетом того Что поговаривают О том что сейчас Будут ММА Очень сильно Вот к этому Продвигать К этому статусу Ну В 80-м году Была возможность Выбрали Хоккейное траве В принципе Там была такая Полемика Что решили Но Вот В принципе Мы верим в это Скажем так Валерий Валерий Симович Опять же Очень быстро Буквально Это уже говорил По сути Я считаю Боевой самбо Именно боевой самбо Достойно Чтобы Вошло В Олимпийские игры То есть Гораздо Более Достойно Чем Хоккейное траве Потому что Это русская версия Боев без правил Это Наше Али Твое мнение То есть Ты завершаешь Например Будешь ты профессионалом Будешь ли И разрешили бы выступать На Олимпиаде Ты бы выступил На Олимпиаде По боевому самбо У меня с детства Мечта Стать Олимпийским чемпионом Если это дисциплина Будет включена В Олимпиаду Я обязательно Отберусь И выступлю На Олимпиаде Ну и вот У тебя какие-то Мы видим Там Презенты Да У меня есть Презенты Я не знал Что здесь Вас двое Будет Ну Это я знаю Мы часто сталкиваемся С Георгием С этой ситуацией Хотелось бы дарить Видят подарки А почему-то не дарят Наш слоган Хочешь драться Дерись в ринге Fight Nights Вот мы его продвигаем Хотелось бы вам подарить его Именно мне Да Именно мне Дарят В принципе Мы С этим Обязательно Разберемся Ну что ж Наша программа Завершается Надеюсь Что мы смогли Обсудить Большую часть вопросов Связанных Со спортивным самбо С боевым самбо С вами Как всегда Были ведущие программы Ближний бой Георгий Иванов И я Федор Рыжов И надеюсь Что Следующая наша программа Которая также выйдет Совсем скоро Вам понравится Да Ну вот сейчас К сожалению Время не осталось Совсем Да С нами были Николай Елесин Валерий Волосных Али Багаудинов Спасибо что были с нами Сегодня мы обсуждали В принципе Самбо Боевое самбо К сожалению Времени получилось Совсем мало Но мы обещаем Что в ближайшее время В самое ближайшее время Появится вторая программа Которая в принципе Будет посвящена Этой же самой теме Только уже С другими людьми Ну и опять же скажем Что спасибо что вы были С нами Для вас сегодня Работали именно ведущими Федор Жов и Георгий Иванов Мы вам скажем До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok